«Не могут закупить горючее, не могут продать урожай по приемлемым ценам и готовы перекрывать дороги». Это их цитата. Об этом аргументом и фактом Ставрополя заявил председатель Ассоциации фермерских хозяйств и сельскооперативов Сергей Колесников. Первой проблемой для фермеров являются цены на зерно. По данным портала Агробазар, посредники в Ставрополье готовы покупать пшеницу из-под комбайна по 7-8 рублей за килограмм, хотя в прошлом году цены достигали 13 рублей. К отсутствию выручки за новый урожай добавляется, по словам Колесникова, бешеный рост цен на солярку, которая в опте с начала лета подорожала на 26%. Вот вы знаете, я хотел бы, Дмитрий, начать с конца. А почему в России наблюдается дефицит топлива и рост цен на топливо? Ну это очень простой вопрос. Тут был так называемый демпфер в налоговом, скажем так, в налоговом управлении нефтяной отрасли. То есть российское правительство когда-то еще во времена невоенные стимулировало нефтепереработку и по сути, не будем вдаваться в подробности механизма, но делало налоговый механизм таким, что налоги при переработке и в частности в том числе экспорте уже нефтепродуктов были ниже, чем при экспорте сырой нефти. В условиях, когда с одной стороны возникли санкции и все-таки переработка, в отличие от сырой нефти, она вся шла в основном в Европу, то есть дистопливо, имеется в виду нефтепродукты, разные нефтепродукты, их гораздо сложнее перенаправить на другие рынки, нежели сырую нефть. Сырой нефть спокойно поплыла в Индию, а дистопливо туда никто не повезет. Соответственно, с одной стороны была эта проблема, с другой стороны правительство в силу проседающих доходов просто обнулила демпфер, обнулила тот налоговый механизм, уменьшила его, который, по сути, стимулировал нефтепроизводителей перерабатывать больше нефти и меньше гнать сырой нефть. Поэтому, в моем понимании, это рукотворное, это очевидно так, мощностей полно, они простаивают, производить солярку, не надо думать, что война потребляет так много солярки, что ее не хватает физически, потому что ее война забрала. Нет, это чисто экономическая история, которая возникла из не очень грамотных действий в этой ситуации российского правительства в налоговой сфере. Я полагаю, что это будет исправлено в ближайшее время, но природа тут понятна. Что касается закупочных цен на зерно, мне немножко странна эта информация. То есть понятно, что мировые цены колеблются, может быть, там увеличились какие-то издержки на транспортировку по Черному морю в связи со всеми событиями, но тут надо разбираться, потому что понятно, что цены не должны быть такие, как в прошлом году, это очевидно, но они не должны быть вдвое меньше, по идее, в моем понимании. Не могу дальше прокомментировать более детально. Тем не менее это происходит. И вот когда вы говорите, у вас какой-то такой, знаете, оптимизм постоянный в отношении решений российской власти. Вот когда вы говорите, что вот это вот по налогам на сырую нефть, вот то, что вы сказали. Почему вы уверены, что это скоро будет исправлено? Кто вам это сказал? Это вера ваша в это? Ну, я полагаю, что просто именно посевная и аграрные лоббисты сейчас это все дело продавят. Ну, скажем так, хорошо, даже если не продавят, просто это же все равно рыночная ситуация. То есть, если цены на солярку вырастут на 30-40%, то опять-таки нефтепроизводителям будет выгодно перерабатывать нефть. То есть, ну, все-таки ситуация, она же балансируется не только административно, но и рыночная. Поэтому, то есть, еще раз, мой тезис состоит в том, что ситуация, условно говоря, с соляркой, она никак не связана с физическим невозможностью покрытия потребностей в солярке российскими заводами. Она носит характер чисто управления экономической системой. Ну, была допущена очередная ошибка, которую, ну, даже если ее не исправят, ее исправит рынок. Но за это ударят по сельхозпроизводителям, безусловно. Это будет им неприятно. Ну, вот оно ударяет не только по сельхозпроизводителям, но, например, и по обычным гражданам в Крыму. Ну, значит, нынешний Гауляйтер, его, там, Развожаев его фамилия, признал, что на полуострове задерживают доставку топлива из-за логистических проблем, он так сказал. Обещал, что проблема решится в ближайшее время, но дизеля нет уже четвертый день. Исчез на заправках. Ну, и поскольку украинцы наступают, то как-то ожидаются и другие логистические проблемы. Ну, я не владею, как бы, ситуацией по постановлению комплекта Крыма. На фоне общего дефицита, да, это очевидно, да. Да, просто, ну, логистические проблемы понятно откуда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова